Без как кумыки, как народ Российской Федерации вошли в общий единый список как малочисленные народы Российской Федерации в 99-м году, 2000-м году согласно постановлению Госсовета Республики Дагестан Можно вопрос? Кроме кумыков, из дагестанцев кто? 14 народностей, аварцы, нагайцы, максы, набасаранцы То есть нас внесли в этот закон и на нас сегодня распространяется 82-й федеральный закон о гарантии прав коренных младшественных народов Согласно, опять-таки, федеральным законам, границы муниципальных образований устанавливаются согласно историческому традиционному пользованию землями за каждым муниципальным образованием Все эти законы, все это прописано, но сегодня нас не слушают Без саляйти-патронов, наверху нет понимания снизами Лифты наши вертикальные не работают абсолютно И общественность, и руководящие наши органы власти Там абсолютно все перекрыто Туда идут другими ходами Депутаты, они сегодня зависимы от партии, чем от народа Они больше боятся своего первого секретаря, который контролирует их честь, чем от народа ОСЛ, когда не могли решать наши вопросы Не получается на верхнем уровне вынести, не получается среди депутатов законодательного органа как-то стоять Поэтому мы на последнем съезде в марте месяце спустили его на уровень народа Глаз народа у любого государства, это основа законодательства любого государства Глаз народа, она обязательно исполнение органов государственной власти Если сегодня вопрос стоит там, создание республики, его как-то воспринимают там на ложе Почему? Чечня есть, Ингушетия есть, Кабардино-Болгария есть, Элиста есть Там, в России, в севере возьмем, есть там, Якуты есть, другие То есть, с тем же количеством людей, государство сохраняет же их право, дало форму своего, как-то проживания Сохранили их республики, земли То есть, сегодня это не новое то, что мы говорим, оно изначально идет Возьмем, в 90-е годы, Айбулава и Танакуды, Чечня и Ингушетия разделились, вроде братские народы, да, которые жили в Братце То есть, Южную Осетию, Россия расстряхнула 40 тысяч людей, признала государством, республикой Есть, существует, но мы как-то боимся Наша культура как-то, они все влияют там, республика, да, Аллах, Энгелик все влияют, пан-тюркизм, это безгейт там, куча вопросов Но сегодня никто не мешает нашим людям утвердить границы муниципальных образований районов Она в рамки закона входит А что, границы нет, что ли, в районах? Сегодня, когда мы обратились в Министерство юстиции Республики Дагестан в 91-м году, в 2011-м году попросили В 2013-м году, тогда указание дал Федеральный Центр закончить разграничение административно-территориальное Разграничение Республики Дагестан Тогда за те деньги, то, что направили с Федерального Центра, сделали горный район разграничения Без учета права и интересов местного населения закрепили за ними низменные земли Все эти отгоны, то, что сегодня есть Но когда мы попросили у них дайте акты согласования и утверждения границ Там четко расписана процедура Должны пройти публичные слушания, должны дать согласие те люди, которые живут там, непосредственно, кто претендует на эту землю Этой процедуры абсолютно отсутствует в низменном районе В горных районах оно все учтено Там джамааты Там джамааты Там никто мимо не пройдет Там все четко сделано Министерство юстиции нам не давало эту справку Мы шли за газонистские земли Мы говорим, покажите, кто подписал Где прошли публичные слушания Кто сколько присутствовал там Они нам эту процедуру отказали Мы говорим, вы же тогда, получается, с нарушением сделали Все нарушение Да, они говорят, да, федеральный центр нас обязал, заставил Мы, говорит, от того, что времени не хватало и денег не было Как было, говорит, так же Собрали, отправили И, говорит, они через некоторое время А федеральный центр, значит, виноват Федеральный центр взял у них, но там контролирующий орган Он даже не посчитал, нужно открыть, посмотреть Соблюдена ли процедура Административно-территориального отделения Как раз таки в 131-м федеральном законе четко говорится Административно-территориальное отделение в Российской Федерации Проходит с учетом права и интересов местного населения На свои исторически-традиционно-упользованные земли То есть он обязательно должен был Вот возьмем Кунтар-Калинский район У них было 48 тысяч гектаров земли При установлении советской власти до 1944 года Сегодня осталось 8 тысяч гектаров земли И за эти 8 тысяч СПК и другие муниципалитеты борются Но никто за эти 40 тысяч гектаров, которые были у них и забрали Собственность республики, так скажем, как отгонит Никто за это вопрос не поднимает Ни депутаты, ни глава района Вот то, что мы сегодня делаем, это нарушение конституционных прав Граждан, народов, первым делом как раз Потом, согласно 131-м федеральному закону Об общих принципах организации местного самоуправления Опять-таки нарушение Депутаты или глава того же района Может написать сам заявление И подать в Конституционный суд О том, что нарушается его и бюджетный кодекс И земельный кодекс И налоговый кодекс И то, что он не может формировать Но все они молчат Потому что боятся Раз они молчат, то мы предлагали Давай снизу проведем референдум Чтобы провести референдум, к примеру, в Бабаютовском районе Там должны депутаты дать свое согласие Или же глава вместе с депутатами Могут принять решение, что они ставят вопрос О проведении референдума в соответствии с решением Схода граждан и чего-то Вот эту процедуру они боятся делать и не делают Поэтому сегодня у нас тогда в марте мы сказали Давай Бабаютовский район, там много людей не нужно И людей тревожишь, тоже не нужно Пять человек, как инициативные группы Если зарегистрировать в Бабаютовском районе Об установлении границ муниципального образования Бабаютовский район Все И там проголосуют все местные Точно так и в Кунтаркале можно сделать Но мы без шлеп травы работаем над этим Но препятствуют местные уже районы Потому что район знает, что он не собственник земли Он тоже хочет нагреть свою руку Он не хочет отдать его муниципалитету сельским поселениям Вот к примеру Хасана ему говорили Решение третьего съезда 70 гектаров им передали Отгонники пошли через суд Что-то выиграли Глава района говорит Давай 50 на 50 пользуйтесь Решение съезда никакой суд отменить не может Нету такого органа государства Власти, который может отменить Уже в 1991 году передали В газетах все это напечатано Но глава района пасует Тот суд, который вынес решение Он вынес незаконное решение То есть судактармай и эту форму Мы умышленно на последнем съезде спустили на уровень народа Чтобы там провести районы и по утверждению этих границ Вот этот референд, если мы проведем на муниципальном уровне район То это будет уже закон для государства В соответствии с этим решением Там голосуют только местные, те, кто прописаны Отгонники, ни один из них не имеет права голоса на данной территории в этом вопросе Имеет только народ Вот если мы его спустим На уровень аула, села, районов Вот тогда мы выиграем это И без проблем это будет Один короткий вопрос Ты уверен в том, что во-первых не сфальсифицируют референдум? Раз Второе К вам вопрос Вы уверены, что работая на местах Что в отличие от нагайцев Которые действительно уже на грани деградации полной В отличие от этого у нас в села Не хотят работать даже Не хотят просто работать люди Чего вы знаете? Кто сказал таком глупости? Только что мы говорили, что люди оторвали от земли Не забывайте Вот именно оторвали Вот смотрите Оторвали, потому нет допуска к земле Я вас убеждаю Если это отпустить на уровень народа То это правильное решение выйдет И ни один избирательный участок не сфальсифицирует решение референдума Я в этом просто уверен Потому что мы в этом работали И на местном уровне Вот Бабаев, к примеру Вот он сегодня стал главой села От того, что их вторая партия выиграла Возрождение России Но потом внутри переиграли Он коммунистом стал Другой, единороссом стал Третий кем-то стал Это уже вопрос другой Но они благодаря народу На местном уровне выиграли Ганакаева думали Никто не сможет снять Решающую роль играла их партия Которая вышла там То есть на местном уровне У нас еще есть сила контролировать Тот же избирательный участок Юрта Наверху это уже тяжело Субтитры сделал DimaTorzok